В этом видео я сделал такое достаточно обобщенное сравнение между Батуми и Дубае и я прекрасно понимаю, что как только рядом эти два слова встают, сразу же следующим шагом начинает продаваться не очень хорошего качества недвижимость по дешевой цене, то есть таким образом многие риэлторы пытаются повысить именно стоимость Батуми, но смысл в том, что это все-таки два разных города, здесь два разных образа жизни, мы живем в Грузии, но в Эмиратах так получается, что бываем довольно часто и очень важно понимать, что в Эмиратах мы бываем по той причине, что из Грузии туда очень легко добраться, то есть прямые рейсы, они есть из Кутайси и Избилиси, летом они бывают еще и из Батуми, по-моему, очень разные города с одной стороны, а с другой стороны почему Батуми пытаются каким-то образом сравнить с Дубаем, хотя вроде бы Дубай это мегаполис многомиллионный, а Батуми это всего лишь маленький город на побережье Черного моря. Ну и я думаю, что логичнее всего начать сравнение все-таки с цен. В абсолютных ценах я не буду сравнивать отдельно чеки, потому что это не очень информативно. Я сравню, наверное, коэффициенты, то есть насколько с таким коэффициентом цены отличаются в Дубае от Батуми. Чтобы не наталкивать в видео бесконечное количество разных чеков, я их между собой проанализировал, то есть цены на отель, цены на еду в ресторанах, цены в магазинах на продукты и общий коэффициент, который я вывел в Дубае по сравнению с Батуми, дороже в 2,7 раза примерно. Я бы хотел сказать, что в 3, но на самом деле коэффициент на некоторые вещи 3,5-4, а на некоторые вещи 2,5. Поэтому среднее где-то 2,7. Это 2,7 тем удобнее еще и тем, что курс с лари к доллару сейчас 2,7 за 1 доллар. То есть фактически то, что в Батуми стоит 1 лари, в Дубае стоит 1 доллар. В принципе мне из Эмиратов больше нравится даже скорее на самом деле не Дубай, а Абудаби. Абудаби, кстати, он дешевле, чем Дубай. Опять же по чекам мы примерно сравнивали. И получается, что если Дубай от Батуми отличается x2,7 в среднем, то Абудаби отличается всего лишь x1,5. А еще в Тбилиси от Батуми отличается x1,5. И получается, что в среднем цены в Абудаби очень похожи на цены в Тбилиси на сегодняшний день. Очень интересный получился вывод. Будучи в Дубае, я снял несколько видеоинтервью, в том числе с агентами недвижимости. Ну и в принципе базовый ценник, допустим, на аренду он отличается, трудно сравнивать по той причине, что если мы берем самую низкую аренду, то дешевле тысячи мне в Дубае никто из местных даже не рекомендует связываться. В Батуми все-таки более-менее приличную квартиру. Если не в пике сезона, можно найти, наверное, долларов все-таки от 250 и даже 300, если мы говорим про студию. То есть за 1000 долларов это тоже будет студия в Дубае. Но двигаться нужно все-таки по порядку и начать, наверное, стоит именно с пересечения границы Эмиратов, с пересечения границы Грузии. В Эмиратах практически любой человек может приехать и жить 3 месяца, потом на 3 месяца он должен выехать. В случае с Грузией, то есть в Батуми, человек может пребывать здесь год, потом просто пересечь границу и в тот же день вернулся. То есть проблем с пребыванием в Грузии гораздо меньше. Но с другой стороны, опять же, в Эмиратах можно сделать вид на жительство. То есть тоже достаточно понятная процедура. И он по большому счету, ну, как бы дает право пребывания в стране постоянное. Правда, этот вид на жительство достается не бесплатно. Нужно прикупить недвижимости на много сотен тысяч долларов. Либо строится на работу там процесс трудоустройства через открытие бизнеса и все остальное. Ну, в среднем, в общем, в целом регистрация через посредников, мне это озвучили в районе десятки тысяч долларов. Естественно, можно найти, конечно, дешевле. Но я так понимаю, что раз эти цены озвучивают, то все равно даже по ним кто-то покупает. И вот мы, условно говоря, пересекли границу либо Грузии, либо Эмиратов. И насколько мы можем пребывать на территории страны. То есть вам нужно жилье. Жилье. Вот, как я уже сказал, можно найти там 250-300 долларов. В Эмиратах за тысячу долларов это будет студия в районе, который находится очень далеко от всего того, что рекламируется в инстаграмах, как в Дубае. Ну, а в среднем девчонки сказали, что в бизнес-районе около двух тысяч, двух с половиной тысяч долларов месячная аренда. И ты ее еще и не сделаешь долгосрочной. Долгосрочной ты ее еще и не сделаешь без вид на жительство. Пока не будет вид на жительство, длительный контракт не заключить. В общем, сама процедура даже аренды жилья долгосрочного в Эмиратах, она гораздо более сложная, чем в Батуми. Это, с одной стороны, тоже хорошо, потому что чем сложнее процедура, тем больше защищаются права арендодателя. Что его в момент какого-то пикового спроса не попросят просто из этой квартиры или не поднимут ему цену в разы. Но, с другой стороны, пока ты все это оформишь, то есть тут так, ну, 50 на 50. Кто с чем готов мириться? Либо чуть больше быть защищенным, либо иметь гораздо более дешевую аренду. И при этом еще и возможность, грубо говоря, переехать в другую квартиру, если что-то не понравится. Вот у меня нету сильного дефицита с жильем. Есть дефицит хорошего жилья. Ну, дефицит хорошего жилья, он есть фактически везде. И даже в Арабских Эмиратах он тоже есть. Потому что то, что строится и сдается с ремонтом у застройщика, я посмотрел, оно принципиально по качеству не отличается от того, что строится и сдается здесь, в Батуми. Я сейчас, конечно же, не говорю про элитные суперкомплексы на первой линии, там, GBV, либо, как он называется, Blue Water. Да, да, там, ну, там и ценник, извиняюсь, другой. То есть там можно и 8 тысяч долларов заплатить за аренду в месяц в двухкомнатной квартире. Что для Батуми цена, в принципе, заулочная. В 22-м году очень многие люди при пересечении границы, естественно, использовали и Батуми, и Тбилиси, как трамплин для дальнейшего старта куда-то еще. И это, наверное, с какой-то стороны понятно. Но, с другой стороны, здесь осталось очень много ребят, кому здесь понравилось. И меня вот как житель Батуми это очень радует. Чувствую, что начался небольшой перекос в сторону Батуми, особенно с учетом того, что я здесь живу. Но смысл в том, что чем комфортны Эмираты? Эмираты очень комфортны тем, что зимой там тепло. Летом там совершенно смысла нет пребывать, потому что там действительно очень жарко. И огромное различие Грузии и Арабских Эмиратов заключается в том, что Эмираты, наверное, привлекательны своими, как это сказать, artificial, рукотворными чудесами, да? А Грузия привлекательна своими природными чудесами. То есть здесь природа, которой практически, ну, наверное, трудно ее даже, в принципе, сравнивать даже по количеству и разнообразию климатических зон. Действительно, Бог подарил Грузии, мне кажется, все, что только возможно было на планете Земля. Ну и, естественно, с точки зрения инфраструктуры, это бесспорно Дубай значительно выигрывает у Батуми. И причем вот Батуми из провинциального городка пытаются как раз-таки превратить в огромный мегаполис. Это довольно трудно, особенно с учетом там старой части, где ширина проезжих улиц не позволяет проезжать большому количеству машин. Но, тем не менее, там аллея героев, она в каком-то смысле повторяет вот именно улицы крупных мегаполисов. И есть определенные снимки Батуми, по которым можно идентифицировать некое сходство с Дубай. Поэтому, когда становится достаточно холодно, то есть, для Батуми, наверное, самые некомфортные месяцы, это как раз вот сейчас февраль-март, они могут выдастся очень дождливыми, очень такими неприятными в плане погоды. И, естественно, хочется солнышка, и очень удобно сесть на самолёт и улететь на этот период в Дубай или в Абу-Даби. Я не могу сказать, что там нет чего-то такого, что меня не привлекало бы. Но вот огромная разница между Батуми и Дубаей в том, что в Батуми существует некое единое городское пространство. Сейчас прозвучит, конечно, дико, но в Дубае, что я считаю, что его просто нет. А нет его почему? Потому что там очень благоустроенные есть районы, есть очень неблагоустроенные районы. Естественно, в рекламах и на картинке это всё подаётся как единое благоустроенное. Но на самом деле Дубай, как и любой мегаполис, он разрезан на районы, которые между собой соединены. Огромными транспортными развязками. Там точно так же бывают пробки, как и в любом мегаполисе. Хотя, в принципе, транспортные развязки там сделаны очень хорошо. А в Батуми гораздо больше пробок за счёт того, что более узкие улицы. Но основной смысл в том, что я вышел в Батуми из одного конца. И я вот по Приморскому парку дойду до его другого конца вдоль моря. Если я, грубо говоря, стартую от моря в Батуми, то я точно так же пешком могу дойти до его там дальней любой части. И мне не придётся прыгать по транспортным развязкам и так далее. И я не буду упираться вообще в какие-то некие тупики. Море нигде не перекрыто. То есть на территории Батуми нет закрытых кусков моря. Соответственно, это единая городская среда. То есть Батуми — единый цельный город. Поэтому однозначный вывод в пользу Батуми заключается в том, что, живя здесь, человек достаточно много ходит пешком. А в Эмиратах любое движение, даже внутри района, за счёт того, что расстояние гораздо больше, за счёт того, что даже дороги в разы шире, там с одного конца дороги на другой можно взять машину и просто переезжать. А для жителей мегаполисов, кто привык к такому образу жизни, это, конечно же, будет чем-то естественным. Но когда вот ты живёшь в Батуми, ты выходишь и гуляешь вот по такому парку, и, в принципе, куда тебе надо приходишь за 15-30 минут, и не напрягаясь, и не уворачиваясь, то, в принципе, ну, тут, наверное, нужно каждому выбирать себе с ним. А минус Батуми, он заключается в том, что всё-таки во многих местах за пределами уже Приморского парка даже тротуары стали очень узкими, и не по каждой улице можно всё-таки так пробежать от начала до конца. Где-то придётся очень неудобно передвигаться. Но в большинстве случаев можно напрямую пройти и от моря в другой конец города, и вдоль моря из одного конца в другой. Но самое комфортное, естественно, вдоль моря. По поводу работы, естественно, как и любой мегаполис, я думаю, что Дубай даёт гораздо большее пространство для работы в любой совершенно сфере, но и ценниками расходы же там в разы больше. Поэтому, ну, по тем ощущениям, по крайней мере, которые у меня в процессе жизни там возникали, я не думаю, что человек сможет найти лучшее соотношение между заработком и расходами в Батуми, чем в Эмиратах. Потому что в Батуми, казалось бы, должна быть какая-то безработица. На самом деле город настолько активно строится и растёт, что практически в любой профессии здесь так или иначе можно найти себя. И плюс в Дубае гораздо более высокая конкуренция, а в Батуми её после 2022 года стало больше. Но я не скажу, что рынок там какой-то из ниш переполнен. Ещё отдельная история, про которую также, наверное, стоит упомянуть, которая очень важна, это то, что есть виды развлечений более высокого уровня, аналогов которых, наверное, нету в Батуми, ни по цене, ни по качеству. То есть, скажем так, самым богатым, скорее всего, в Дубае будет интересно. А человеку с каким-то, ну, средним доходом и чуть выше среднего, я думаю, что всё это можно уже на сегодняшний день найти и в Батуми. То есть здесь также есть и хорошие пятёрки, и появилось очень много дополнительно хороших ресторанов, даже по сравнению с 19-м, условно, годом до пандемии. И появилось довольно много их. Наверное, за счёт того, что между Грузией и Арабскими Эмиратами есть прямое хорошее авиасообщение, можно каким-то образом ротировать. Но и то, я бы сказал, наверное, ротировать всё-таки Батуми с Абудаби, чем Батуми с Дубаем. И, возможно, Тбилиси с Дубаем. Это будет не так больно при перескоке по ценам. Про климат. Есть очень неправильное такое представление практически у всех людей, кто живёт в средней полосе, либо в чуть более холодном климате, о том, что в тёплых южных странах всегда тепло. Или о том, что в тёплых южных странах всегда комфортно. Ни то, ни другое, правда, не является. И в этом отношении тёплая Грузия очень сильно отличается от тёплых Арабских Эмират. Почему? Потому что в тёплой Грузии всё-таки существует февраль-марк, когда температура будет 7-10 градусов, а в супертёплых Арабских Эмиратах существует лето, когда сезон настолько горячий, что ты, в принципе, даже не можешь, на самом деле, выходить особо долго, держаться на улице. Я про это знаю очень хорошо и понимаю это очень хорошо, потому что родился и вырос в пустыне, на самом деле. И ещё такой очень важный момент. В принципе, наверное, начать имеет смысл с безопасности. То есть что в Эмиратах, что в Грузии, человек находится в повышенной безопасности. Здесь низкий уровень именно насильственных преступлений. Я не говорю, что там или тут отсутствуют преступления вообще. Они есть. Естественно, что в любом месте, где есть человек, есть и преступления. Но смысл именно безопасности физической, он высокий и в Грузии, и в Эмиратах. Даже несмотря на то, что в Дубае приезжают бесконечное количество лигрантов из Азии. Их там довольно здорово дисциплинируют. И, естественно, особо шалить и сотворять всякие дикости они не очень хотят. Поэтому я думаю, что по безопасности, что в Грузии безопасно, что в Эмиратах. Но вопрос немножечко в другом. А вопрос в том, как и встроена система государства в Арабских Эмиратах и, допустим, в Грузии. То есть Грузия — это свободная страна. Эмираты — это все-таки страна с тотальным контролем со стороны государства. Там, как и в большинстве тотальных государств, у государства весь лицо. Это лицо его лидера. И они говорят, что это плохо или хорошо. И вот там человек постоянно чувствует на себе повышенное внимание со стороны государства. И человек теряет зашедет этого некое ощущение свободы. Грузия все-таки относится, наверное, к типу стран свободных. Что это означает? Это означает, что здесь очень нежесткие регуляции со стороны государства. Тебе практически ничего не нужно для того, чтобы здесь жить и чем-то заниматься. И большинство вопросов, связанных с жизнью человека, они регулируются людьми между собой. То есть здесь очень большой процент договоренностей, происходящих между людьми. Вот это ощущение внутренней свободы в Батуми, оно гораздо выше. То есть я спокойно, допустим, это просто пример. Я спокойно иду здесь по улице, снимаю видео, это никого не беспокоит. В Эмиратах это не просто запрещено, но за это полагается еще и определенного рода штраф, причем такой, который ты уплатишь и обалдеешь. За прайс на красный свет в Эмиратах штраф 10 тысяч долларов. Но это даже по зарплатам, которые там есть, это достаточно высокая сумма. То есть там определенный порядок на дорогах за счет того, что такие штрафы, что никто не хочет их платить. Оно вроде бы как бы хорошо, оно вроде бы как бы правильное, и большинство людей согласятся, что это правильно, но когда у тебя со всех сторон то нельзя, это нельзя, и больше ничего нельзя, то получается, что начинаешь чувствовать себя несвободным. С другой стороны, минус Батуми в том, что здесь недостаточно регуляций, и опять же за счет того, что Грузия становится более открытой для мира, здесь появляется все больше разных людей, разных культур, разных национальностей, естественно, и всем требуются некие единые, более строгие регуляции, поэтому они и появляются, жаконы постепенно начинают становиться более строгими. Резюмеры все вышесказанное, Дубай однозначно более яркий с точки зрения туризма, однозначно более развитой с точки зрения инфраструктуры, однозначно более дорогой с точки зрения жизни, и однозначно более комфортный с точки зрения обустройства самих жилых комплексов, но при этом Батуми проще, меньше, гораздо зеленее, здесь гораздо легче находиться, сюда гораздо легче приехать иностранцу и обустроиться. Вот такой получился режиме, всем спасибо за внимание, и встретимся на море. Продолжение следует...